А вот такой вопрос. А вы же все в курсе про патч? Мне надо его на стриме обсуждать или вы не в курсе про патч? Вот. Там просто большой патч объявили, в котором обещают затронуть соло-пвп контент. Ну то есть, что за патч? Да, патч, кстати, называется Ревенант. Блин, ну гоу, глянем. Приятного просмотра. Патч? Виктория... ...все приятный. Один моментальный переговор. В общем, мы все раздражаем. Но сейчас... ...все приятного. Так, в общем, смотрите, из того, что в видосе есть, это дайте мне ключ, причем, по-моему, один. Я такой себе знаток английского языка, но, по-моему, звучит один. Или принесите, вот, как тут, дайте, принесите. Ну, я думаю, что смысл-то один и тот же, что дайте, что принесите. Вот сейчас транзакция, и я вернусь к патчам. Добрый вечер. Вы присоединились к Волнам радио. Ностальгия сегодня. Нас ждут увлекательные полеты по просторам ИВ онлайн. По данным прогноза, количество соло-пи-ви будет повышено вдвое. Ждем патч. Гринликс, огромнейшее спасибо. Огромнейшее. Я бы хотел вещать стрим таким голосом, мне кажется, это было бы кайфово. В общем, да. Фраза, единственная фраза, наверное, до которой можно докопаться в этом видосе, это дайте мне ключ, и я ударю в самое сердце тьмы. Вот. И, по-моему, в начале звучит какая-то фраза. Ммм, сейчас. Давайте я лайфхак. Вот, while all regroup тоже, как будто бы можно цепануться, но while all regroup, я предполагаю, что речь идет про... Как именно переводится слово while? While. В то время, как все соберутся. Все соберутся, все это две новые пиратские корпорации. Пока все собираются, да, наверное? Ну, неважно. Так или иначе, получается Дезлес, две новые пиратские корпорации, а к Дезлесу записались две новые пиратские корпорации. Получается Ангелы и Гурики, судя по всему. Вот. И про ключ. Вот. Дрифтеры, я предполагаю, не имеют как такового отношения, к этой истории. Так, сейчас я тут, опять же, да, все нормально, да, все нормально. Просто тут же нет никакой рекламы, да, тут нет никакой рекламы, кайф. Единственное, я бы сделал для вас покрупнее, чтобы вам было поприятнее читать, если вы там на мобильных телефонах смотрите мой стрим и так далее. Поэтому у нас будет вот таким приятным образом. Итак, Ревенант выходит 12 ноября. За картинку, за цветовую гамму, за вайп, просто максимальный респект, потому что, честно скажу, мне, мне нравится такое. Вот. Я прям... А можем еще крупнее сделать? Как будто бы можем. Вот. Я, я прям такое люблю. Мне, мне очень по душе. Понравилось, что щаверну музыку, что CCP, еще астерку запихали. Не то, чтобы это какая-то отсылка к новичкам, но корабль довольно новичковый, поэтому прикольно. Начинаешь игру, твой первый корабль по обучению астерка, по обучению по отдельному, и тут в видосе показывают тот самый корабль, на котором ты обучение проходил. Кайф плюс кайф. Вот, кстати говоря, в пульсе он тут тоже указан. Видите, да, картинка пульса находится справа. Кроссор мыши, кстати, нихрена не видно, но это ладно. Так. Дополнение будет 12 ноября. Бессмертный призывает капсулиров подготовиться к участию в затяжной войне против дрифтеров. Тех, кто согласится помочь, ждут щедрые награды, в том числе новые грозные корабли с передовыми орудиями. Используйте внедряющиеся капсулы с кораблей, но вот это непонятно. Наносящие постепенный урон и уничтожайте суда противника изнутри. Кратко, мы чуть ниже про это прочитаем. Два новых корабля и новый тип вооружения. Вот. Два новых корабля и новый тип вооружения. Из очень интересного. На фанфесте, который был... А я не помню, когда он был. Курган бухла, приветики. Я не помню, когда был фанфест, но CCP заспойлерили этот патч на фанфесте. Я предполагаю, это, наверное, было где-то год назад. Год назад на фанфесте CCP ничего не говоря показали Дезлиса. Ну, вернее, показали что-то, связанное с Дезлисом. А на фоне показали моторский логотип и колдарский логотип. Вот. И корабли мотороколдарские. Вот. И что-то там еще какие-то тоже были спойлерочки, спойлерки. Вот. В общем. Призыв Бессмертного. Это про экспедицию. Как только отважные капсулиры оттеснили дрифтеров и сняли осаду Зарзаха, пробили осаду. Ну, сняли осаду, наверное, круче бы звучало. В системе появилось таинственное сооружение. Теперь Бессмертный призывает капсулиров добыть для него ключ к разгадке. Атавум, который можно отыскать в реликах по всему новому Эдему. Это новый ресурс. После недавнего нападения конвой такеров, перевозивший товары в Заразах Атавум, он перевозил, среди которого оказался Атавум, люди предложили, что эта реликвия, по-видимому, обладает немалой ценностью. И сегодня эти догадки полностью подтвердились. Да, Атавум нужен для того, чтобы вот эта вот штука запустилась. Вот. Там есть достойное вознаграждение. Действительно, там можно менять как ДНК, так и Атавум. И это, видимо, отвечает за прогресс постройки. Ну, как такового прогресса нет, просто будет патч, в котором Эдштук построится. Ну, а пока за ценную награду вы можете сдавать. Вот. Новые корабли. Это у нас помесь колдарцев и матаров. А у нас, по факту, есть две картинки батлкрузера. Одна картинка вот здесь. Она, кстати говоря, не открывается, поэтому... А более, наверное, это и нету, да? А более это и нету. Ну, если я... Сейчас попробую немного схитрить. Сейчас посмотрю, сработает или нет. Ни хрена не сработает. Но... Единственное, что я могу вам предложить, вот такую вот версию. Короче, что я хотел сказать. Спереди, спереди это морда Ферракса. Если что, вот то, что вы видите у себя на экране, выше надписи ИВ, потому что курсор мыши нифига не виден. Это морда Ферракса. Это полностью морда Ферракса. Возвращаемся к картинке. Это морда Ферракса, которой сбоку приделали торнадо. То есть, вайб такой, знаете, стимпанка, я думаю. И, как по мне, это максимально такой прям пиратский вайб. То есть, не вот эти вот пираты, которые формировались годами, где-то в своих нулесеках мариновались, как блатрейдеры, как ангелы, как гуристасы. А это именно какая-то такая хайсечная, лоусечная тусовка, которая образовалась на фоне взаимной любви. Кстати, в описании корпорации объясняется, на фоне какой любви они образовались. Вот. И просто взяли технологии и где-то с напильником, дрелью и шуруповертом все это дело со... соединили. Вот. Ни хрена не понятно. Ну, вот смотрите. Зад от свипуля. Это 100% свипуль. А перед это то ли кусок... Это какой-то непонятный кусок то ли коракса, то ли джигдо. Вот это вот кусок от бричера, который тут появился. Ну, я понимаю, что зад как будто бы все-таки по большей части от свипуля. Перед вообще непонятно от кого. Ферракс и Торнадо, конечно, максимально эпично выглядят. Вот. И там, и там. И там, и там. Оригинальную... Да не, мне нормально. Спасибо. Ну, там и так люди поняли, что морда от Ферракса. Но спасибо большущее. Новое оружие, которое с корабей, скорее всего, оно как спойлер на экране. Вероятно, это какая-то ракета-присоска. Ну, я предполагаю, потому что и там, и там разработчики конкретно нарисовали. Вот, если бы они рисовали ракетный залп, то мы бы видели рокетцы. И в данном случае мы бы видели хамлы. Он бы выглядел по-другому. Вот. Поэтому я предполагаю, что вот это вот оружие, которое с эффектом дота, ну, предположительно, с эффектом дота, это, наверное, будет какая-то, может быть, отдельная ракета. Хрен его знает. Вот. По крайней мере, мысль, мысль такова. Потому что и там, и там мы видим одиноко летящую ракету. Вот. И там, и там одиноко летящая ракета. В общем, инженеры бессмертного круга анонсировали выпуск новых грозных военных машин. эсминец толос и линейный крейсер ценотап ценотах как это правильно читается? Ценотап я предполагаю, H не читается. Эти корабли предназначены для ожесточенного боя на ближних дистанциях бравл и оснащены уникальным вооружением внедряющимися капсулами скоробей. Ну, блин, ребят, вы скоробеи видели? Скоробей, если же ценотаф ценотаф скоробеи это те самые жуки из фильмов про исследователей Египта. Помните, которые забегали тебе под одежду, а потом съедали тебе изнутри. Поэтому я предполагаю, что, наверное, эта штука будет как-то цепляться каким-то выстрелом и что-то дальше будет, вероятно, происходить. Поэтому я надеюсь, что вооружений будет несколько. То есть какое-то базовое вооружение, хотя ни на одном из этих кораблей базовое вооружение не показано. Но, возможно, в этом заключается задумка, чтобы не спойлернуть. Потому что вот здесь вы не видите, куда я показываю... О, видите? Вот здесь и вот здесь и раз, два, три. Это как будто бы именно турельные слоты. То есть это размещение каких-то установок. И вот здесь, на мой взгляд. Ну, потому что это явно похоже на турельные слоты, которые были нарисованы. Так. Внедряющимися капсулами с корабеями, которые вносят длительный урон. Длительный урон это механика дота. Но какой дот? Это что-то в формате простым языком. Ну, вот, например, играли в какие-нибудь еще игры, это отравление. То есть, вот выкинули отравление и противник, так сказать, тикает. То есть, пам, 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 получает урон. Как это будет работать здесь до конца непонятно. Но, во-первых, у нас есть некие подвязки точка невозврата Point of no return и расположение зарзаха рядом с точкой невозврата. Там же за пределами куполов есть как раз-таки эффект дота, который процентно бьет по хулу корабля. Процентно. И, быть может, это был намек. Ну и, так или иначе, Дезлес является создателем этой истории. И можно же позаимствовать эту тему. Поэтому мое пред... Ну, мое предположение это дот, который снимает вам хул. То есть, иными словами, у вас крабский иштар, который много танкует, вам цепляют дот, и вы просто умираете вне зависимости от того, сколько вы танкуете. Вот. Либо, конечно, можно предположить, что это как-то будет сказываться, не знаю, на модулях. Но надо дождаться адекватного патчноута и почитать интересно. Вот. Хул танкованный и брутиксомета там в заразахе дот работает процентно. От количества не зависит. Поэтому хул танкованный брутикс и корабль, у которого, по-моему, 10 хула умирают одинаково по времени. Вот. Эта инновационная технология повреждает, не уничтожает, а повреждает вражеские суда изнутри и вносит разнообразие в военные тактики нового Эдема. Ну, изнутри тоже трактовать можно на Ютубе с новыми кораблями. Полноценное видео вышло сегодня или видео, которое анонсирует Ревинант. Можно поподробнее? Или вы увидели шорт с серповскими атешными кораблями. Вот. Вот, насчет сжигания модулей я тоже думал. Вот. Я тоже думал насчет перегрева модулей. Новые корабли собраны, созданы на основе Мотаров и Колдари. Они идеально пойдут пилотам, которые любят рискованные сражения в одиночку, в соло, в соло, в соло. Или в составе флота. Сулящие особенно ценные трофеи. В составе флота сулящие особенно ценные трофеи. Суда оснащены устройствами маскировки. Оснащены. Там вы в пульс, есть пару секунд, как выглядит не больше. Но то же самое, что здесь. Или стоит посмотреть. Короче, давайте глянем. Сейчас прочитаем и посмотрим. Ну вот. Короче, батлкрузер и дестер. Суда оснащены устройствами маскировки. Смотрите. Клока ставится на любой корабль в игре. На любой. Коверт клока не на любой. Если CCP хотели... Ну то есть раз они делают акцент. Это коверт клочный дестер и коверт клочный батлкрузер. Скорее всего. Крайне велика доля вероятности. Вот. Крайне велика. Но это... Это не те жуки, если что, на ним, если я правильно понимаю. Там были те, которые поедали плоть. Вот. и обладают повышенной сопротивляемостью к сеткам. В английской версии армит висковерт опс кловакинь диайс. Кло... Кловакинь. Кловакинь. Все, это коверт клока, ребят. Это быкшка с коверт клокой. И это дестер с коверт клокой. С резистом отсеток, что позволяет незаметно пробраться в стан противника, нанести колоссальный урон, колоссальный урон. Опытные пилоты, предпочитающие тактику бей и беги, оценят такие качества по заслугам. Эти корабли настоящие машины для убийства, дающие значительное тактическое преимущество в условиях затяжной войны. Я хочу посмотреть английскую версию. For Bravling, they are powerful weapons that will provide a tactical aid in the ongoing war. Что я пытался понять? Что не в рамках какого-то боя они дают преимущество, а именно в рамках длительной войны, то есть иными словами корабли для того, чтобы атаковать крабов. Ну вот, перевожу с русского на русский. Вот. Это по кораблям. Далее. Богатеть за счет рабочей силы звучит кринжово, поэтому называется Mercenary Den. С выходом дополнения ревенант в игре также появится логово наемников. Установив такое сооружение, вы можете использовать рабочую силу для производства криптоморфов. Инфоморфы этого типа высоко ценятся среди членов бессмертного круга, так что их можно будет обменивать на новые цены и награды. Иными словами, получение ЛП и обмен в ЛП шопе на что-то, как будто бы. Вскоре после выпуска ревенанта логово наемников начнут генерировать новые задания. Тактические операции участники или участие или не участие участие или не участие интересно звучит. В таких операциях будет отражаться на производстве криптоморфов и влиять на количество рабочей силы поставляемой орбитальными подъемниками с кайхуками. После того логово наемников уязвимы а, более того, извините, логово наемников уязвимы для атак и враги смогут помешать их работе, что тоже скажется на поставках рабочей силы и объеме производства криптоморфов. Логово наемников представляют новые ресурсы, новые задачи и новые поводы для конфликтов в пространстве с нулевым уровнем безопасности. Короче, это некая присоска, которая цепляется на скайхук и дальше будет происходить нечто. То есть, как я это вижу, вам, наверное, нужно будет ее защищать. и чем дольше она простоит или, возможно, ей нужно какое-то очень конкретное время простоять, то есть, вот отсюда, вот досюда, или просто она стоит и генерирует, она будет генерировать некие очки, которые в будущем вы сможете обменять. Ну и, предположительно, эту штуку нужно будет привести. И да, по размерам она не маленькая. То есть, вот то, что я вижу, это как будто бы не депошка, это что-то однозначно крупнее. и именно таким образом будет появляться новый став, который будет добавлен в патче. Вот. Ну, это, я думаю, вы отдельно почитаете, это проекты для корпораций, это альянсовые покраски, и это возможность использовать два паттерна при покраске кораблей. Это очень круто. Вот. И кажется, здесь есть довольно-таки много спойлеров, какие еще покраски появятся в игре. И не совсем понятно, почему CCP это не скрыли, потому что по факту здесь можно будет немецкую технику делать. Здесь все спо... А, вы не видите. Вот. Вот сюда наводил. Здесь, походу, все то, что должно появиться. забавно. Но я не знаю, я бы это, конечно, не спойлерил, потому что не так интересно. Ну, вот мне, например, стало. А тут теперь я в курсе, что к чему. Сотрудничество с парагоном. там... А, он снизит еще налоговую ставку, это, видимо, связано с покрасками. Новый взгляд на корабли, то есть новая инфа про корабль. Ну, прикольно. А, но тут больше кнопочек будет. Ну, я думаю, для новичков это плюс. И довольно интересный момент. И в марке можно будет тратить на выполнение ежедневных заданий, за которые вам дают скиллпоинты. Иными словами, и в марке это скиллпоинты. То есть вот те скопленные и в марке вы каждый день по нажатию одной кнопки будете менять на 10 тысяч скиллпоинтов. На каждом персонаже на вашем аккаунте. Вот. Так что это довольно-таки круто. Хоть где-то они будут применимы. Ну, и обновление, ой, обновление, тесты вангарда. Вот. И мне сказали, что нужно посмотреть и в пульс, потому что там будет немного про новые корабли. Поэтому давайте быстренько глянем. Что, мне надо будет снова звук вырубить. Вернее, музыку. Глобальная экспансия на два корабля, но зависит от степени твоей... от степени твоего скептицизма. Вот. Для меня это больше некая пиратская ветка с каким-то нулесечным контентом. И ну, прикольно это гляну. Три шестая секунда, да, говорите? О, прикольно, ну-ка. Давайте сначала посмотрим, а потом рассмотрим. Но у меня есть предположение, что то, что Скоробей это ракета, возможно, ракета присоска, я предполагаю, что это факт. Потому что в очередной раз нам не показывают вооружение, но нам показывают ракету. Откуда она вылетает? Мы не видим, откуда она вылетает. Все. Сейчас покажу, ребят. Слава богу. Слава богу, там не только новый тип вооружения. Все, я счастлив. Сейчас я вам это покажу. Не знаю как, но попробую. Вот здесь плохо видно. Вот здесь хорошо видно. Вот она. Вот она. Слава богу, это пулеметная платформа. Твою налево я все испортил. Сейчас. Вот он, вот он. Это 425. Новый твою мать, я еще кое-что увидел. И лучше бы я это не видел. Вы это тоже видите. Вы это тоже видите, да? Раз, два, три. А вот это как будто бы новое... Блин, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Вот как будто это новое вооружение, это новое вооружение. Хамал, 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 и вон там пулемет. и вы справа, вот там тоже пулемета есть. Как минимум один пулемет я вижу, вот тут, вот у вас по центру экрана. Это пулеметно-хамаловая платформа, и здесь ну непонятно сколько здесь турельных слотов, потому что когда турели располагаются справа и слева, справа и слева, это может быть одна пушка, то есть это может быть одна пушка, потому что если вы ставите один пулемет, вы замечали, что он появляется с разных сторон корабля, и раз левый пулемет направо стрелять не может, то есть возможно мы видим просто всратый фитинг, всратый самом деле хамлы как мейн тип вооружения и это вероятно мейн тип вооружения и мы ну и возможно плюс какой-то утилити слот, то есть иными словами хамлы, утилити слот, скоробей, что-то по типу блин, подождите, утилити слотов получается много, коверт клока, хамлы, нам точно показывают утилити слот и клока утилити слот скоробей то есть три утилити слота и основной тип вооружения три утилити слота для батлкрузера это чересчур много но может быть мотар то есть может быть дабл бонус на пулики и на хамлы может быть и может быть 3-3 может быть 3-3 но Не, народ Смотрите, в чем суть Строго центр экрана Мы видим два турельных слота Один из них занят То есть История про то, что Там может быть реально бонусы на пулики и на ракеты Это может быть правдой Потому что мы видим как будто бы Большее количество турельных слотов Чем было бы Не знаю, короче, ребят, не знаю Ну, ладно, давайте так Моя версия, моя версия Моя версия Что хамловая платформа С тремя утилити хай слотами Моя версия, хамловая платформа То есть сколько-то хамлов и три утилити хай слота Утилити, коверт клока Скоробей Вот, это моя ставочка Но я очень рад Что он работает не только на новом типе вооружения Я очень рад Мы видим пустые слоты Блин Или нет Мы видим фулл пустые слоты Но у этого корабля не установлено вооружение И фулл пустые слоты Нам не спойлерят Это дестер, это не нага Это дестер Нам не спойлерят по дестеру Абсолютно ничего Слушайте, но Я думаю по аналогии Велика доля вероятности Что рокетсы Либо рокетсы плюс пулики Либо-либо Либо рокетсы Либо рокетсы плюс пулики Модель дестера Конечно, прям Вау Я, я прям Я прям в восторге Мне дико нравится Я прям Жесть на башке Я прям в диком восторге Мне дестер прям Очень Мне в принципе и быкашка нравится Прям стильно Да, такой прям стимпанк Прям по-пиратски Прям годнота Скоробей может быть как проблаунчер Но слот-то под него так или иначе требуется Что он взрывает на фоне? Что это за корабль? Он взрывает гилу на фоне Он взрывает на фоне гилу Почему? Это задумка, что батлкрузер дерется против батла А дестер дерется против крейсера Это такая То есть это намек или Ну то есть как будто бы это какой-то намек Ну потому что Как будто бы они дерутся с кораблями на класс выше почему-то Ну вот что то, что то, что то другой Мне кажется это не совпадение Может быть там как-то дот будет работать В зависимости от твоего размера И от размера энами На рактура похоже, кстати Не знаю почему Вот В общем Что я хочу вам сказать Забавно? Вот Весьма, весьма забавно Где музыка? Вот музыка Дестер, каратель иштаров Ну да Там еще, если что Ну я в паблике у себя постил Что новые пробки появились И как раз таки можно обменять Принося вот эти материалы Аналайзер появился новый Ну вот Но я у себя в паблике постил Имп слегка бесполезный появился Вот поэтому можете глянуть Вот 2,6 ляма на бай За пробку Вот Ладно, поехали потихонечку Собираться Я это пока тут оставлю Пусть Пусть лежит Ждет своего часа Дестер лекарства от иштарки Походу Ревенант Перевод с английского На английский Это A person Who has returned Especially Человек, который вернулся Особенно Предположительно Из мертвых Стоп То есть Подождите Блин Мы так будем полдня Почну вот обсуждать Смотрите Если ревенант Если ревенант Сейчас Я последний раз покажу Задам вам вопрос А мне нужна картинка Которую мне скинули Сейчас Мне где-то ее скинули А где мне ее скинули? Кто-то сказал Что скинул мне картинку Большого размера Где вы ее мне скинули? Черт его знает где Будем смотреть маленькую картинку Не важно Просто чтобы быстро это сделать Так Нас интересует Только вот это Если Ревенант Это тот Кто вернулся Из мертвых Вернее Тот Кто вернулся Предположительно Из мертвых Кто За Дезлисом Кто За Дезлисом Кто На фоне Дезлиса Что это за Мадам Ну отлички в ТГ Сейчас давайте Да Тут вроде Что-то сюда скинули О Едите там Сейчас Мне прям Здоровен Здоровенную скинули Сейчас Кто это? Кто это? Джамиль А какова история Джамиль Бывшая правительница Амарии Но блин Она не вписывается Она не вписывается В вайп Потому что Матары и колдарцы Ну то есть Если одни к Матарам Ну как Ну не знаю Не Вариант Джамиль Мне Нравится Потому что Он проливает Цвет на Начало Дрифтерской Линейки Лорной Ну вот Сто процентов Не Джамиль Си Си Пи Сказали Что ее ветка Закончена Ну Джай Подожди Смотри Ее ветка Закончена Как Как непосредственно Джамиль Но ее Ее же Залутали Дрифтеры И следовательно Быть может Ну то есть Быть может Это как бы Джамиль Но не Джамиль Поэтому Линейка Джамиль Закончена То есть Все Ее залутали Дрифтера Ну то есть Все Как императрица А Мария Ее больше никогда Не будет Вот Старо Официальный Арт Джобов Ща Посмотрю Но Блин У меня тут Конечно Я то что Окно Для Для вас Под накрою А как Пожать А Я понял Почему Так Сделаю Это к чему Отсылка К тому Что это Это некий То есть Профиль лица Переносится Вот эти вот Как правильно Выразиться Вены Такие Скулы Да То есть Все действительно Совпадает По переносице Прям огонь Совпадает Прям вот Один в один Губы Стопудово Женские Вот Не знаю Я согласен С версией Что линейка Джамиль Закончена Но Едино Вот Мои познания Лора Они не самые Богатые Вяжут Эту ситуацию Сугубо С Джамиль И все Вот И Я бы сказал Что ее линейка Закончена Потому что Как таковой Джамиль Больше не будет Вот Но Как Она Ну смотри Она была Если я правильно Помню Ту историю То Она была Похищена Дрифтерами И Следовательно Предположительно Если мы ее Увидим То В форме Дрифтера И В форме Дрифтера Который Который Что Который Перешел На сторону Дезлиса На фоне Осады Зарзаха То есть У нее Осталось Какое-то Прошлое Мышление Она Сумела Сбросить Оковы Не знаю Не знаю Чего Ну вот Но Не Понаблюдать Будет Безусловно Интересно Но показывает Очень загадочно Конечно Вот Мне Ну Мне Такой Вариант Как будто Вы По душе Кстати Кипстар В турнуре Вот Там Если вдруг Пропустили Если вдруг Пропустили В турнуре Есть Кипстар Теперь Дядя Дезли Скорее всего Выжавший Из Джовов Кто Стоит За ним Не Совсем Ясно Ну Мне Тоже Да У Меня Тоже Вот Это Вот Вайб Что Это Джовы Которые Не Джовы Которые На нашей Стороне Вот Здорово Бер Мне Тоже Нравится Ну Глянем Глянем Вот Я Тоже Много Гадал Вот Но Со Своим Скептицизмом Я Понимаю Что Мне Лучше Дождаться А то Я Нагадаю Чего Нибудь Плохого Что Меня Не Будет Радовать Пока Я Не Дождусь Почнул Спасибо За поддержку Вот